Здравствуйте! Life is Good News представляет специальный выпуск новостей, посвященный Конгрессу 2021. В этом году главное деловое событие холдинга проходило в онлайн-формате. Медийной площадкой для мероприятия выступил собственный корпоративный канал Life is Good Life. Велась закрытая прямая трансляция в личные кабинеты сотрудников, а в офлайне в Санкт-Петербурге были развернуты пресс-вол-студия, студия-гостиная, а также построена концертная сцена. В качестве зрителей в зале присутствовали президент холдинга Life is Good Роман Василенко и его советники. Триумфаторы и участники Конгресса 2021 становились гостями открытых онлайн-студий, а благодаря современным техническим решениям их коллеги в регионах имели возможность в прямом эфире поддержать своих лидеров. Прямой эфир первого дня открыл ведущий канала Life is Good Life Николай Кануков. Он поприветствовал многотысячную онлайн-аудиторию и руководство холдинга в зале, рассказал об истории Конгрессов с 2016 года. Далее на сцене состоялся парад топ-лидеров Life is Good, кульминацией которого стал выход Романа Василенко. После чего состоялась онлайн-перекличка с регионами. На местах были развернуты пресс-вол-студии. Всего в прямой эфир вышли десятки городов из России и других стран. Продолжением Конгресса стала премьера видеофильма «Прорыв», подготовленного Life is Good Production. А затем состоялось выступление президента холдинга Life is Good. Роман Василенко подвел итоги. 2020 года отметил значительный рост деловых показателей бизнеса. Столь высокие результаты стали возможны даже несмотря на многочисленные ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса. Мы это делали вместе. От меня большая благодарность вам за вашу работу, за ваш труд, за ваше усердие. Мы сделали просто невероятное. За декабрь месяц наш объем достиг почти одного миллиона единиц. Это невероятно. На сцену была приглашена двадцатка лучших сотрудников холдинга Life is Good. В тройку сильнейших вошли третье место Светлана Григорьева, второе место Юлия Санникова, первое место Рузия Менгалеева. Далее состоялась церемония вручения золотых перстней с бриллиантами – отличительных знаков директоров десятого карьерного уровня. Их обладателями стали Радик Ахмеддинов, Лилия Щербакова и Неля Джен. Когда идешь к какой-то заветной мечте, к своей цели, и вот она достижима, вот она у тебя уже на руке, эта цель, этот товарооборот, потому что перстень – это показатель товарооборота, друзья, это, конечно же, показатель работы твоей команды. Друзья, я благодарю вас, я благодарю нашего президента за то терпение, за ту мудрость, которую он проявляет каждодневно, каждому из нас. Высокого признания также была удостоена Гульшат Балтина. По уважительной причине она не смогла присутствовать в зале. Гульшат, это твой перстень, это твое достижение. Очень непростой год выдался для нас и особенно для тебя, для твоей команды. То, что ты сделала в Казахстане, то, что ты преодолела – это достойно восхищения и достойно награды. Онлайн-трансляцию на Life is Good Life продолжили лидеры холдинга. Свои мотивационные выступления представили четыре директора шестого карьерного уровня, двенадцать директоров седьмого уровня и четырнадцать директоров восьмого уровня. Далее состоялся традиционный музыкальный флешмоб с фонариками. В этом году он проходил в онлайн-формате. Благодаря интерактивным технологиям его участниками стали сотрудники холдинга из разных городов России, а также зарубежных стран. Мы уже привыкли работать в течение этого года в таком формате онлайн. И, вы знаете, мы научились чувствовать друг друга даже на расстоянии. И я знаю точно, что сегодня сотни, почти сотни залов включились в эфир. И есть огромное количество людей. Значительно больше, чем в том зале в Лужниках, в котором мы были в прошлом году. Значительно больше людей сейчас сидят и смотрят на нас. В завершении первого дня зрителей шестого конгресса ждал сюрприз, который держался в тайне до последнего момента. Своё выступление представил известный журналист, писатель, теле- и радиоведущий Владимир Познер. Человек-легенда. Он обозначил свою позицию по актуальным событиям мировой и российской повестки, а также высказал своё мнение по вопросу жилищной кооперации. Замечательное название. Life is good. Очень оптимистическое. И вообще я сторонник таких вещей. Я сам прошёл довольно сложный путь с точки зрения жилплощади и тоже жил в кооперативе в Москве. Даже не в одном, а в двух. А потом в Америке тоже в кооперативе. Эта форма прекрасная. Я хочу вам пожелать не только успехов, но и везения. Знаете, без везения ничего не бывает. Хотя бы немножко, чтобы повезло. Вот. И пробовать. Онлайн-трансляция второго дня Конгресса началась с работы пресс-волл-студии. Гостями прямого эфира становились директора Life is Good. Они имели возможность поприветствовать многотысячную аудиторию зрителей, а также по телемосту пообщаться со своими сотрудниками, которые наблюдали за ходом Конгресса в регионах. Мурашки по коже. Вот сейчас, находясь в студии, слушая выступления спикеров, глядя на экраны мониторов, когда команды в регионы включаются, ты понимаешь, какая колоссальная, огромная работа была проведена, какое количество людей охвачено вот этим мероприятием. И это, конечно, вот такой заряд энергии и мотивации, который позволит многим нашим партнерам осуществить свои мечты. Далее зрители Life is Good.Life смогли увидеть 11 серий документального цикла «Кодекс». Фильмы были подготовлены творческим коллективом Life is Good.Media. Я думаю, что свою задачу медиаконтент все-таки выполняет. На картинках показать, упростить задачу всем нашим консультантам. И со скучным лицом, наверное, и со стандартными решениями этот бизнес не сделаешь. Участвуя в этих съемках, ты полностью с головой уходишь вот в эту идею, в этот смысл. Если человек не готов это принять изнутри, то эту картинку отснять невозможно. Для участников Конгресса и онлайн-зрителей состоялось выступление друга холдинга, известного музыканта, обладателя премии «Золотой граммофон» и премии «Муз-ТВ» Андрея Алексина. Он исполнил новую версию композиции Life is Good – Наш маршрут, записанную в сопровождении симфонического оркестра. Само мероприятие растет, уровень кампании растет, пафос растет. Поэтому что может быть пафоснее, чем симфонический оркестр? Решили сделать симфоническим оркестром. Я на всех конгрессах был, с каждым годом лучше и лучше, но сейчас вообще просто в такое непростое время тяжелое. И такое сделать просто, я не знаю, это просто уровень выше любого первого канала. Программу второго дня Конгресса продолжили топ-лидеры холдинга. Со сцены прозвучали выступления семи директоров девятого карьерного уровня, а также директора десятого уровня Радика Ахмеддинова. Затем состоялся телемост с Германией. К участникам Конгресса обратился всемирно известный бизнес-тренер, официальный партнер Life is Good Андреас Винс. Я желаю вам каждый день мощного, обдуманного, серьезного, классного, абсолютно успешного, настоящего. Я вас от всей души всех очень серьезно люблю, очень крепко люблю, обнимаю. До свидания, привет семьям. Далее были зачитаны приветственное письмо в адрес шестого Конгресса от генерального директора Совета экономической безопасности, помощника депутата Государственной Думы Александра Майорова. Благодарственные письма от заслуженного спасателя Российской Федерации, героя России Андрея Звягинцева и депутата Государственной Думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олега Нилова. Затем на сцену был приглашен Сергей Крючек, депутат Государственной Думы, член фракции политической партии «Справедливая Россия». Почетный гость поприветствовал участников Конгресса и вручил Роману Василенко благодарственное письмо за создание и развитие социально значимого предприятия, большой вклад в развитие жилищной кооперации в Российской Федерации. В свою очередь президент Life is Good также выразил благодарность Сергею Крючеку за эффективное и успешное сотрудничество в 2020 году. Мы видим, что люди добились значительных успехов. Компания растет и в численности, и в качестве, и она набирает масштабы, что только радует. И более того, избранный путь решения социальных проблем, решения жилищной кооперации, когда существует у гражданина право выбора, это достойно уважения, это востребовано и это сегодня живет. Онлайн-трансляцию Конгресса продолжила церемония награждения сотрудников холдинга по версии канала Life is Good Life. Для оглашения имен обладателей заветных статуэток в студию-гостиную были приглашены победители корпоративных баттлов 2020 года. Директора Василий Сухенко, Александр Амосов, Алексей Сотников. В номинации «Баттл. Мое решение» первое место заняла Татьяна Кирпичникова. В номинации «Лучший ролик» «Мое решение» победила Валерия Сотникова. А номинацию «Лучший ролик» «Жилищная история онлайн» выиграла Лариса Гостева. На сцене состоялись выступления советников президента Life is Good. В этом году топ-лидеры компании раскрыли тему человеческих и бизнес-отношений в холдинге через призму шести частей света планеты Земля. Антарктиду представил Имра Гонда, Африку – Вячеслав Короткевич, Австралию и Азию – Неля и Александр Джен, Америку – Евгений Чайчук, Европу – Лилия Щербакова. Далее был показан еще один фильм, подготовленный Life is Good Media. Он называется «Кодекс», а главным героем сюжетной линии стал президент холдинга. По окончании картины на сцену поднялся Роман Василенко. Началась церемония награждения лучших сотрудников 2020 года. В номинации «Лучший директор шестого карьерного уровня» победителем стал Илья Кудряшов. «Лучший директор седьмого карьерного уровня» Георгий Гвиниашвили. «Лучший директор восьмого карьерного уровня» Рузия Мингалеева. «Лучший директор девятого карьерного уровня» Сергей Санников. «Лучший директор десятого карьерного уровня» Евгений Чайчук. Семь сотрудников Life is Good были удостоены благодарности за вклад в развитие холдинга. Состоялось также вручение корпоративных наград. Обладателями медалей второй степени стали Анна Орлова, Наталья Смирнова, Салтанат Сиитова. Медалью третьей степени была награждена Оксана Филиппова. «Золотой орден» Роман Василенко вручил Андрею Пандыреву. Бриллиантовых орденов были удостоены Анатолий Наливан, Радик Ахмедзинов, Имра Гонда, Александр Джен, Лилия Щербакова. В завершении официальной части прозвучала премьера песни «Жизнь прекрасна». За два дня Конгресса на сцене выступили талантливые артисты разных жанров, а также прославленные творческие коллективы. В их числе знаменитый балет Аллы Духовой «Тодес», вокальная триот теноров, группа «Плас Файв», барабанное шоу «Эквилибр номер» Натальи Казанцевой, скрипично-песочное шоу «Световое представление» от «Джокерс-шоу». А кульминацией шестого Конгресса 2021 стало выступление с большой шоу-программой суперзвезды российской эстрады народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова. Артист-легенда дал эксклюзивное интервью для зрителей «Life is good life». Конечно, беда страшная, этот коронавирус, это большая трагедия для многих и для всех, конечно, для всего мира. Но из всего надо извлекать какие-то выводы и даже извлекать какую-то пользу. Вот я нашел пользу в том, что да, я не работал, да, я не заработал денег, может быть. Но оказывается, счастье бывает не только на сцене, но и дома. Филипп, ваше впечатление от того, что вы видели немножечко бэкстейджа такого, да, на нашей площадке вот сегодня здесь, в нашей студии? Да, вы знаете, просто у меня даже моя группа, солисты некоторые говорят, «Вам ничего не напоминает Филипп Бедросович?» Я говорю, ну что там, это же Евровидение, мини-Евровидение. Сцена красивая, я даже говорю своему менеджеру, говорю, знаешь, как интересная какая-то сцена, прям я давно такого не видел. Конгресс-2021 команда организаторов подготовила в кратчайшие сроки. Ввиду действующих ограничительных мер, вызванных пандемией, впервые в истории холдинга мероприятие проходило в онлайн-формате. Слоган шестого конгресса «Без границ» нашел свое реальное воплощение. За два дня прямых эфиров состоялись десятки телемостов с российскими регионами, странами дальнего и ближнего зарубежья. На главной сцене были построены уникальные декорации, реализованы новейшие мультимедийные решения. Конгресс, шестой конгресс, он какой-то знаковый, потому что он стал переломным вообще в нашей жизни, в жизни нашего холдинга, в нашем бизнесе и в нашей карьере. Здесь, на этом конгрессе, мы еще расширили свою зону комфорта, потому что вы не представляете, в какой студии мы сейчас находимся, сколько здесь звука, света, сколько здесь техники. И благодаря тому, что эта команда, профессиональная команда, так хорошо работает, ваши глаза чувствуются, чувствуются даже здесь, на этой небольшой сцене. Хорошего вам праздника, хороших результатов, счастья, счастья и мира вашим семьям, благополучия. До встречи на следующем конгрессе Life is Good. Любите друг друга. На этом наш специальный выпуск, посвященный шестому конгрессу Life is Good, завершен. До новых встреч. Жизнь прекрасна. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok